Добрый день! Сегодня мы начинаем наш вебинар в МС на складах производителей металлоконструкций. Наш вебинар буду вести я, Владимир Парковенко, и мой коллега Юрий Пышков. Добрый день! Пару слов о компании. Ключевые факты о компании, которую вы видите сейчас на экране, позволяют говорить о том, что наша компания довольно-таки большая, она сможет поддержать любой проект в Российской Федерации. Мы смотрим, видите, офисы у нас в пяти городах, от Москвы до Иркутска. Все ключевые города у нас охвачены, соответственно, по опыту мы не только поддерживаем Российскую Федерацию, но и страны СНГ, и даже выходим в дальние зарубежья, Европа, Китай. Для нас это тоже проекты, которые мы осуществляем в этих странах. Вот. И специальное представительство в Алмате, в Казахстане у нас особое внимание уделяется. В сфере деятельности компании не только управленческой консельсии автоматизация, точнее, основную его часть составляет наше управление логистикой. Это управление цепочками поставок, складской логистикой, управление транспортом и перевозками. Это наше ключевое направление, собственно. Поэтому большая часть проектов представлена именно в этой сфере. Но помимо этого у нас есть еще много других направлений, которые вы видите на экране. Соответственно, мы можем поддержать развитие вашей компании не только с точки зрения логистики, но и с точки зрения управления производством, управления компанией, материально-техническим обеспечением, финансы, конечно же, бухгалтерии. Это вообще практически все сферы деятельности компании мы тоже охватываем. Соответственно, мы не просто автоматизаторы, мы еще занимаемся оптимизацией. Оптимизацией ваших процессов. И в отличие от просто консалтинговых компаний, мы еще их делаем под ключ. То есть не только их оптимизировали, но и затем автоматизировали для того, чтобы показать вам результат, для того, чтобы ответственность была полная за результат. Занимаемся сопровождением и поддержкой систем на базе предприятия. Отдельное направление у нас проектирование и оптимизация высоконагруженных систем. Это если вдруг у вас 1S ERP не устраивает ее скорость работы, скорость обработки больших объемов данных. Здесь у нас есть большой опыт автоматизации проектов, которые входят в топ-5 компании 1S. Ну и наш центр технической поддержки позволяет оказывать услуги в режиме 24 на 7, где бы у вас не находился офис. Особо хотелось отметить совместное решение нашей компании 1S. Это именно совместное решение 1S МС логистика, 1S ТМС управления перевозками, управление нормативно-справочной информацией, материально-техническое обеспечение и 1S инвентаризация управления имуществом. То есть по факту мы эти системы разработали, владеет этими системами компания 1S. Совместные такие совместные решения. Совместимые это просто, если кто-то написал свою систему и сертифицировал ее в 1S. Совместные это мы делали вместе с компанией 1S. Наши собственные решения несколько развивают предыдущие направления совместной разработки с компанией 1S. И дополняет линейку продуктов 1S. Это Axelot сервисная шина данных, специализированный продукт, который позволяет интегрировать различные решения на базе 1S. Это может быть бухгалтерия, управление транспортом и перевозками, управление запасами, 1S ERP, все что угодно. То есть специализированное решение, интеграционная шина, которая значительно снизит ваши затраты на интеграцию приложений. Управление транспортом и перевозками Axelot MS решение, в которое вошло не только маршрутизация, но и спутниковый мониторинг, но и очень важный компонент, который всегда просели наши заказчики, это управление собственным автотранспортом и автопарком. Наше решение Axelot управления запасами и закупками построено на базе технологии ограничений, и позволяет оптимально управлять запасами с точки зрения запасов не только на нашем складе, но и на всех узлах цепочки поставок, начиная от производства или производителя и заканчивая нашей торговой точкой. Это один из основных направлений повышения эффективности бизнеса, как производственного, так и торгового, поскольку в этом направлении лежат практически основные возможности по высвобождению ваших средств и оптимизации. Но можно получать эффекты повышения эффективности до 30%. Это не предел. Axelot RFID инвентаризация управления имуществом, а также Axelot RFID розница и RFID сервер. Это направление RFID идентификации. Здесь и легкое и быстрое управление инвентаризацией имуществом в основном касается больших компаний, у которых много имущества. В рознице RFID метки позволяют четко и быстро идентифицировать товары, быстро их контролировать, быстро продавать, быстро перевозить и так далее. Но здесь есть особенности, не везде мы это можем применить, поскольку есть определенные ограничения использования радиоизлучения. Конечно же мы осуществляем информационно-техническое сопровождение программных продуктов 1С. И осуществляем полную поддержку этого. Наши партнеры. За эти 18 лет мы понружились фактически со всеми основными игроками, которые позволяют также поддерживать развитие вашего бизнеса. Это и системы документооборота от iAbby, которые позволяют быстро сканировать документы и в электронном виде их обрабатывать. Конечно же Microsoft, Zebra это продукция терминала сбора данных, принтеры промышленные, сканеры, датчики. IBM вы хорошо знаете по серверам, компания 1С даже представлять не надо. И 1С Bittrex портальные решения. Компания DNV осуществляет сертификацию по стандартам ISO. На данном слайде вы можете познакомиться с некоторыми из наших проектов. На текущий момент у нас их больше 200 и видите совершенно различные сферы бизнеса. Наша сегодняшняя тема это склады металлоконструкции, но тем не менее, некоторые решения из других отраслей позволяют нам использовать интересные решения, в том числе для направления металлоконструкции. Я передаю слово своему коллеге. Спасибо, Владимир. Добрый день еще раз. Меня зовут Юрий. Я консультант системы ВМС. Сегодня я хочу вам рассказать про особенности автоматизации системы управления на складах производителей металлоконструкции на примере моего проекта по внедрению системы 1С ВМС логистика в компании комплексного технического центра металлоконструкции, расположенного в городе Ульяновск. Акционерное общество КТЦ металлоконструкция – это одно из ведущих российских предприятий власти производства и установки металлических объектов дорожной инфраструктуры, способное выполнять заказы в любом сложности от ограждения до силовых опор. На складах компании хранится большой ассортимент собственной продукции, продукции внешних поставщиков, а также сырье до производства. В рамках данного вебинара поведем речь именно об особенностях складирования и автоматизации систем управления склада сырьей и материалов, так как основной процент данных складов занимает крупногабаритный, длинномерный и крупновесный металлопрокат. К примеру, длина такого товара, как швейлер, может достигать 12 метров, а масса бухты металла – 20 тонн. Данные особенности товара накладывают соответствующий отпечаток на работе склада. Основные особенности мы сейчас рассмотрим более подробно. Главное, что требуется от любой системы ВМС – это контроль остатков в разрезе качества и партии. Учет номенклатуры в разрезе качества для данного вида складов может быть стандартным, состоящим из двух показателей – кондиция для продукции годной к реализации и бра – для продукции, которую нельзя отгружать клиентам и на производство. Но при необходимости количество статусов может быть увеличено, добавив, к примеру, такой статус номенклатуры, как нетоварный вид или усыненный товар, и отгружать его строго по заявкам, в которых указан товар в соответствующем качестве. Количество вариантов статусов номенклатуры в системе ВМС не ограничено. При этом они могут добавляться в процессе эксплуатации системы, как в пользовательском режиме администратором ВМС, так и автоматически, в результате интеграции при создании нового качества в вашей корпоративной системе. Что касается партионного учета, то, к примеру, на КТЦ используется учет партии, который содержит в себе информацию о дате производства и номере партии. Дата производства требуется для возможности отслеживания на складе залежавшегося товара, а номер партии позволяет идентифицировать соответствующую поставку в корпоративной системе. Для возможности введения учета остатков товара по партиям в системе необходимо включить соответствующие галочки в разделе настроек нормативно-справочной информации и настроить модель учета номенклатуры, указав необходимость учета по партиям и сроку годности. При этом есть возможность вводить либо дату производства, либо дату окончания срока годности. Какую дату использовать, зависит от того, какая именно информация нанесена на вашей продукции. Для металлопроката, как правило, это дата производства. Для каждого вида товара должна быть создана отдельная модель складского учета. При этом количество моделей в системе также не ограничено. Хранение металлопроката часто организуют на открытых площадках, в результате чего работа сотрудников склада выполняется в любых погодных условиях. А сама продукция в зимнее время года находится под толщей снега, что затрудняет поиск номенклатуры для отгрузки и при проведении монетализации. Частично данную проблему помогает решить использование адресного хранения системы ВМС, которая хранит информацию об остатках товара в разрезе каждой ячейки. Хочу также обратить внимание на технологию складирования металлопроката. Одним из видов хранения товара является штабельная вкладка продукции, при котором товар складывается в стопку друг на друга. Данным способом может храниться швеллер, труба, арматура. Еще одна разновидность размещения продукции – это набивной способ хранения, при котором крупногабаритный товар складывается в ряд один к одному. Данный способ хранения применяется при складировании пухт и штрипсов листового металла. Отличительной чертой данных способов хранения является отсутствие возможности отбора товара по методу ФИРФО, так как самый старый товар оказывается заставлен более свежим. При небольших объемах и для некоторого вида товара можно использовать консольные стеллажи. В связи с тем, что продукция хранится на открытом воздухе, возникают проблемы с его маркировкой. На КТЦ металлоконструкция были разработаны собственные бюрки, покрытые защитной пленкой, которые имеют всю необходимую визуальную информацию о товаре, а также имеют в себе составной штрих-код для идентификации товара и партии при помощи сканера терминала сбора данных. В системе управления складом четвертой версии имеется гибкий функционал настройки структуры составного штрих-кода, в котором можно задавать составные компоненты штрих-кода, их значение и длину. При считывании подобного штрих-кода система однозначно определяет значение каждой компоненты и подставляет данные значения в соответствующие поля объектов системы, не требуя дополнительных действий. Как я уже говорил, на КТЦ металлоконструкции используется составной штрих-код. Первые шесть символов которого это артикул товара, далее идет дата производства в восьмизначном формате, последние четыре символа это порядковый номер партии. Хочется также обратить ваше внимание на существующую в системе редактор макетов, которая позволяет изменять печатные формы различных видов этикетов. Данный редактор доступен в пользовательском режиме, и теперь для создания или редактирования шаблона печатной формы не требуется вмешательство программистов. Данный редактор использует стандартные правила работы, которые применяются при работе с табличными документами системы 1С предприятия. Что касается входящего потока, то на КТЦ металлоконструкции к основным источникам можно отнести два вида. Поступление товара железнодорожным составом, когда разгрузка выполняется вдали от места хранения, и необходимо выполнение двух отдельных операций. Приемка товара и размещение в места хранения. Второй вариант поступления – это когда товар прибывает к транспортным средствам, и есть возможность выполнить разгрузку непосредственно в место хранения, для уменьшения количества манипуляций с тяжелым и негабаритным товаром. Когда после приемки товара требуется выполнить размещение, то в системе необходимо для соответствующей модели учета номенклатуры настроить правила размещения товара на складе, которые сдаются в пользовательском режиме на уровне справочника стратегии размещения. Стратегия размещения включает в себя список алгоритмов размещения и условия их выполнения. При этом алгоритмы размещения срабатывают в строках последовательно и только в том случае, если они соответствуют начальному условию. Условия сдаются в соответствии групп хранения, после чего необходимо создать алгоритмы размещения по каждому условию. При этом зону размещения необходимо ограничить согласно месту его хранения. При планировании система учитывает заполненность и правила смешивания в ячейке, заданные для зоны. К примеру, в зоне штабельного хранения запрещено смешивать разную номенклатуру, но разрешено смешивать партии. А для зоны консольных стеллажей в одной ячейке запрещено смешивать и номенклатуру, и партию. Если требуется, чтобы кладовщик в процессе выполнения приемки самостоятельно указывал фактическую ячейку размещения принятого товара, то для этого в системе необходимо установить соответствующий флаг, который называется «Вводить ячейку размещения принятых в контейнерах в правилах стадии приемки». В данном случае ячейка для размещения не будет планироваться системой автоматически, а при приемке товара на терминале кладовщику система предложит ввести ячейку, в которую он фактически разместил принятый товар. Отличительной чертой отгрузки товара со склада металлопроката на производство является то, что это делается без предварительного выполнения отгода. Товар отгружается непосредственно с места хранения. Для возможности выполнения отгрузки товара без предварительного планирования и выполнения отгода в системе ВМС необходимо создать новый рабочий поток с правилом складской операции «Свободная отгрузка». В данном правиле требуется настроить поиск заказа на отгрузку либо по внутреннему номеру системы ВМС, либо по номеру заявки корпоративной системы. Какой именно номер использовать в рамках каждого склада решается индивидуально. В системе ВМС все стандартные печатные формы документов уже имеют штрих-код внутреннего номера, что позволяет сканировать номер, а не вводить его вручную. Внутрение системы 1С ВМС-логистика на складах металлопродукции позволяет реализовать противомный учет продукции и контролировать остатки по всему складу в режиме реального времени, при этом выполняя минимальное количество операций с товаром. Надеюсь, информация данного вебинара была полезной и вы смогли узнать что-то новое в существующем функционале системы. Продолжение следует...